Смотрящий за Тулой вор в законе Лесик. Друзья с детства ласково называли его Лесик. Он родился в тульской глубинке в 1952 году и очень не любил уезжать надолго с малой родины. Максимум, что будущий вор в законе смог себе позволить это переехать и осесть в областном центре. Попутешествовать по стране ему все же пришлось, но не по своей воле. Первая поездка случилась, когда Лесику едва исполнилось 17 лет, и продолжалось 2 года. В дальнейшем продолжительность довольно частых командировок только увеличивалась, достигнув максимума 5 лет. Ловили Лесика в основном за кражи. Только раз в 1974 году его осудили на 1 года за хулиганство, но бакланом, то есть хулиганом, по своей сути он никогда не был. Закономерно, что, когда Лесик отбывал свою шестую, уже пятилетнюю уходку, его признали вором в законе. Соседи по нарам исправно валили лезь в одной из колоний, расположенной в исконно гулаговской стране Республики Коми, а Лесик, благодаря полученному статусу, вершил суд между зэками и держал общак. Вернувшись с короной на голове в Тулу, Лесик кардинально сменил манеру поведения. Должность смотрящего на Тулу обязывала к солидности. В последующие два десятилетия Матюнина ограждали от остального общества только два раза, да и то не более, чем на год. Крестники Лесика в предпоследней командировке, проведенной в зоне Новосибирской области он использовал законное право вора в законе на принятие в воровскую семью новых членов. Ими стали Бешеный, Мариф, и Тарас Троицкий, Тарасенко. Оба знаменательных события явно произошли в недобрый час. Напарники Лесика по сходке вора в законе Жора Жаркун Ростовский, Скотников, и Кукла, Сидоренко, недолго прожили после того дня. Жоры убили сокомерники в колонии Чиневорык по Циктовкарам, нарушив святое правило неприкосновенности вора в законе. Через три года такие же беспредельщики в Челябинске лишили жизни Куклу. Не повезло и самим крестникам. Тарас умер от инфаркта в 2005 году в Троицке. Еще раньше в том же Троицке убили Бешеного. Крестник Бешеный создал массу проблем для Лесика. Не зря он получил такое погоняло. Характер у вора в законе действительно оказался скверным. Иначе он не нажил бы столько врагов. Дикие выходки Бешеного положили тень на репутацию одного из его крестных отцов Лесика. На довольно сонную провинциальную Тулу нашлось много претендентов, которые желали сместить смотрящего с поста. Главный конкурент Хряк самым упорным и принципиальным недоброжелателем. А заодно и главным претендентом на место первого человека оказался еще один местный вор в законе Хряк, завгороднив. Он первый высказал смотрящему свои претензии. Упрек состоял в том, что Хряк возражал против использования денег из тульского общака для помощи грузинскому коллеге Кеме, Микава. Грузин застрял в украинском Луганске, где его арестовали. Хряк находился под следствием в СИЗО и не мог непосредственно участвовать в решении принципиальных для него вопросов. Лесик уже кожей чувствовал огромные амбиции Хряка. В следующий раз противостояние между авторитетными туляками возникло из-за кандидатуры смотрящего над районным центром Алексином. Лесику удалось протащить туда своего человека. Некоторое время неприязнь высказывалась заочно. В 2001 году Хряк вышел на свободу из Мордовской колонии, и противостояние перешло в острую фазу. Вора в законе встречали 14 человек на 5 автомобилях, возглавляемых тульским авторитетом отецом. Из воров в законе Хряк рассчитывал на поддержку друга и крестного отца Славку Крыла, Крылов, с которым они вместе сидели в тюрьме Златоуста. Объединившись вместе Кеме и Лесик ответили Хряку угрозой его раскоронации. В Туле установилось двоевластье. Решить вопрос главный воровской офис в Москве поручил вору Боря Брянскому, Петрушин. Его авторитета не хватило, чтобы примирить врагов или выбрать правую сторону. Менее, чем через год после освобождения Хряка в феврале 2002 года воры в законе Занди, Цулукидзе, Амар, Шарикадзе, и Гагик Ростовский, Асатурян, обратили внимание на неподобающее поведение Бешеного и задали вопрос Лесику, как он мог поручиться за такого непутевого человека. Тульский смотрящий, весьма обеспокоенный возможными последствиями для себя, вынужден был на время оставить родной город, взять в попутчики еще одного вора Ильдара Уфимского, Асинов, и отправиться в Новосибирск увещевать непредсказуемого крестника. Бешеный предпочел с ними не встречаться и получил от визитеров уничижительное прозвище Гада. Все было сделано по понятиям и инцидент можно было считать исчерпанным, но за претензиями воров явно стоял и желание Хряка во что бы то ни стало добиться первенства в Туле. Едва только Лесик вернулся в город, как в приемном покое медсанчасти номер пять он подвергся нападению группы лиц, вооруженных бейсбольными битами, которые чуть не выбили дух из смотрящего. Нападение совершили солдаты из преступной группировки авторитета ИСАКа, не признававшего черной власти, но лично поддерживавшего Хряка. Лесик надолго попал на больничную койку. Милиционеры расценили нанесенный ущерб его здоровью, как тяжкие телесные повреждения и срывением принялись расследовать обстоятельства произошедшего, пытаясь выявить виновных. Для вора в законе статус потерпевшего всегда был позорным пятном на биографии. Областной уголовный розыск пытался использовать произошедшие события себе на пользу и дискредитировать Лесико. Дискредитация вора тема дискредитации на полную мощь заиграла спустя два года. Вора в законе Сека, Рожжевин, и жаждущий первенства Хряк обвинили Лесико в нарушении неписанного свода воровских правил. По их мнению, смотрящий на Тулая позорил себя подачей заявления в милицию на своих обидчиков. Доподлинно неизвестно, что послужило основанием для возбуждения уголовного дела против людей тульского авторитета ИСАКа заявления потерпевшего или инициатива самих блюстителей порядка, взявшихся строго выполнять нормы закона. Конфликт в Туле стал предметом разбирательства у первого в списке российских воров в законе деда Хасана, Усайян, который вместе с воронежским вором-плотником, Плотниковым, заявился в Тулу и отстранил отдел обоих тульских воров, враждующих между собой за место смотрящего. Хасан решил вопрос в свою пользу. Вместо славян он продвинул наверх ручного кандидата. Им стал армянский ворн Ваид Хапончар Сен-Ереванский, Мкарчан. Лесик бросился искать поддержку у авторитетных Шурика Захара, Захаров, и Блондина, Баркалов, всегда кой сосмотревших на выходцев из Южных Республик. Титул Лесика вновь оказался под угрозой. Его вызывали в Москву для личной встречи все те же Зандигагик, но Туляк предпочел не принимать приглашения. Ему пришлось простить Хьяку избиение в больнице. Лесик не решился вызвать оппонента на воровскую дуэль. Оба поступка имели весьма неприятные для него последствия. Он начал стремительно терять авторитет в криминальных кругах Тулы. Негатива добавило предательство им бывшего союзника Ильдара Уфимского. В 2006 году он вместе с дедом Хасаном и Егором Уфимским, молодцов, превратил Ильдара в сухаря, выдвинув обвинение в употреблении наркотиков. Все шатания Лесика объясняются очень просто. В 2005 году Арсена Ириванского объявили в розыск за похищение человека. Он вынужден был перейти на нелегальное положение и скрыться из Тулы. Чуть ранее в ноябре 2004 года убили Хряка. Лесик отомстил врагу запретом братве на посещение церемонии похорон. Еще он не разрешил взять из общука ни копейки на погребение. Тула осиротела. Лесик дал клятву верности Хасану и вновь вернулся на место смотрящего, но ненадолго. Через 4 года он скончался в Туле от циррозы печени.